В этом году мы провели успешный запрос и запуск, стыковку и адаптацию с Международной космической станцией многофункционального лабораторного модуля «Наука». Для нас это была довольно сложная операция, потому что мы последний раз отправляли такие 20-тонные модули и проводили их стыковку в космосе 21 год тому назад. 24 ноября мы отправляем еще один модуль, модуль «Причал», и таким образом завершаем конструкцию российского сегмента Международной космической станции. В следующем, в 2022 году мы планируем работать уже по планетам Солнечной системы. Мы спустя 46 лет после первой советской экспедиции на Луну отправляем посадочный аппарат «Луна-25». И, конечно, хотел бы особо отметить совместную работу с Европейским космическим агентством. Это отправка в сентябре следующего года посадочного модуля «Экзомарс» на красный планет. Вообще сейчас очень важный период для российской космонавтики. Мы переходим на принципиально новую космическую технику. Новый тренд в мировой космонавтике – это создание многоспутниковых орбитальных группировок, группировок связей и наблюдения. И если сейчас на орбите летают сотни космических аппаратов, то через несколько лет это будет сотня тысяч космических аппаратов. Речь идет и о широкополосном доступе в интернет, и об интернете вещей, о радиолокационных аппаратах, которые смогут обеспечить освещение обстановки в Арктике. Со следующего года начинаем испытания прототипа сверхлегкой ракеты, ступени которой будут возвращаться не вертикально, а как самолет. Самый главный критерий, который мы ставим перед разработчиками, это надежность, простота. Мы начали работу над созданием реактора космического базирования мощностью не менее 500 кВт. Если мы с вами говорим об освоении дальних уголков Солнечной системы, то говорить об возможности использования традиционных химических двигателей бессмысленно. Можно говорить только о ядерной энергетике в космосе. Когда пришел в Роскосмос, я слышал о том, что космические пуски стали рутиной, полет человека в космос ничего особенного, все к этому привыкли. Я не мог с этим согласиться, потому что мне приходится отправлять экипажи непосредственно уже к самой ракете, принимать доклады о техническом стоянии ракетоносителя, о физическом и моральном и психологическом стоянии экипажа. И только после этого принимать решение, ответственность за то, что они готовы к полету. И когда ты знаешь, какой гигантский коллектив людей отвечает каждый на своем месте за то, чтобы это был успех, ты не можешь согласиться с разговорами о том, что это обычная рутина. На ракете-носителей «Союз-2-1А» работает несколько сотен стартовиков. Они готовят ее в лютый мороз, когда минус 40 и тяжелый ледяной ветер. Они готовят эту ракету и в жару. Когда прикоснуться к металлу ракеты невозможно, потому что пальцы получают ожог. А они работают. Это скромные люди, но при этом высочайшего уровня специалисты. Скромными людьми и высочайшего уровня специалистами также являются инструкторы, врачи, Центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Как они могут отобрать из массы тех, кто желал бы стать космонавтом, только тех, кто может им стать? Об этих людях нужно было рассказывать. И за 4 месяца нам удалось подготовить людей, которые раньше вообще и не думали, что они когда-нибудь полетят в космос. В этом фильме все по-честному. Да, конечно, некоторые скептики говорят, но все же это можно было снять и на земле. С помощью компьютерной графики, да, с помощью моделирования. Но компьютерная графика – это большая ложь. Потому что с ее помощью можно создать то, чего в реальности не существует. А вам покажут это так, что вы своими глазами в это поверите. То, что делает настоящее кино, снимающее с помощью режиссера и актрисы, и экипажа, которые являются участниками этого проекта. Это та правда, которая реально существует. У вас будет полное ощущение, что вы сами находитесь в Международной космической станции. Или в корабле, который взлетает, или корабль, который проходит плазмой, весь горит. И вы находитесь в этом корабле. Вы все это увидите, почувствуете. Главным критерием, который определяет каждый наш шаг, каждое наше действие, этот критерий называется безопасность. Ситуация, которая может быть связана с получением травмы, или какого-то заболевания от члена экипажа, которое несовместимо с его возможностью вернуть на Землю. И здесь выход только один. Отправить туда, в космос, специалиста, врача. И вот, собственно говоря, мы также задумались над проведением такого эксперимента, по сути дела, медико-биологического учения. И у нас сегодня есть технология проведения хирургической операции в условиях отсутствия гравитации. А там все по-другому. Важнейшим эффектом, который мы получили для ракетно-космической отрасли, это чувство самореализации и чувство самоуважения тех людей, с которыми я имею честь работать вместе, и которых имею честь возглавлять. Редактор субтитров А.Семкин